Я хотела сегодня поговорить про чувствительность, про мораль, про прошлое, как всё это связано друг с другом. И хотела поговорить про один из кейсов, про который уже писала. И я всё как-то к нему хочу с каких-то разных сторон попробовать подойти. Потому что мне кажется, он очень показательный вообще для той ситуации, с которой мы имеем дело, в принципе, бывше в Финской Карелии и в других регионах такого же типа. Но начну я, на самом деле, с чужого проекта. Это вообще очень удобно. Вот здесь несколько фотографий. Может быть, даже кто-то уже знаком с этим проектом. Это художественный проект, сделанный современным молодой фотографом документальным Еленой Ланчаковой. Именно как проект. То есть, это серия фотоснимков. У меня на слайде не все фотографии, это только несколько. Проект был опубликован на страницах такого интернет-ресурса «Заповедник» и получил, кроме того, премию на фото-конкурсе «Слоёный пирог соседства» в номинации «Память». Проект называется «Невечная память». И вообще предполагалось, что я сейчас задам какой-нибудь вам вопрос, и вы на него ответите. Но потом я подумала, что вся вот эта вот сложная модерация займет у нас очень много времени, поэтому я задаю вопрос, вы думаете, но я сама буду на него, видимо, отвечать. Вот. А вопрос мой изначально был такой, что вот мы видим эти фотографии, это именно художественный проект, но при этом мы понимаем, что ничего такого особенного в самих снимках нет. И главная идея автора, собственно, заключается вот в самих объектах, которые она фотографирует, которые заслужили взгляд художника, и художник пытается наш с вами взгляд тоже сюда привлечь, чтобы мы остановились и разглядели эти надгробия, потому что это надгробия. Вот. Я на самом деле не знаю, вот если бы вы просто гуляли по какому-то кладбищу и проходили мимо таких надгробий, остановились вы или нет. Но в данном случае нам точно нужно остановиться, потому что Елена Лунгчукова приглашает нас к этой остановке. И если мы приглядимся к этим надгробиям, то по идее мы увидим, что здесь есть что-то, что цепляет и задерживает наше внимание. Вот. Даже если мы ничего не знаем про то, что это такое и почему это здесь. Мы видим, что эти надгробия, они стилистически, если можно так сказать, архитектурно отличаются от, наверное, более привычных большинству из нас надгробий, которые мы видим на таких вот обычных... Прошу прощения, тут у меня какая-то штука вылезла... Обычных кладбищах. То есть они немного иначе выглядят. У них есть какие-то такие стилистические элементы довольно специфические. Есть какая-то элемент орнамента тоже такого непривычного. Кроме того, по идее, мне кажется, вот эти вот овальные, помещенные в овал фотографии, как раз очень привычные для привычных кладбищ, они здесь выглядят довольно искусственно и тоже, по идее, должны бы броситься в глаза. Ну и, наконец, вы можете заметить, что здесь практически, да, на всех надгробиях это видно. Следы какого-то вмешательства и устранения, явного устранения каких-то надписей, которые здесь, видимо, были и замещены другими надписями. Вот. И, как я не сказала, по-моему, этот проект называется «Невечная память». У него есть подзаголовок «Вторая жизнь надгробий на Выборгских кладбищах». То есть это, собственно, проект, который был посвящен фотографиям надгробиям на бывших финских кладбищах. Сделаны были эти фотографии именно на Выборгских кладбищах, в нескольких из них. То есть основное, самое известное, конечно, сорвали, но не только сорвали, еще Лена сфотографировала в Растимяке, Леппула и Кангас. Вот. И текст, которым Лена предваряет, собственно, то есть серию, вообще не очень большой. То есть вот на этом слайде есть два фрагмента. Первый фрагмент – это, собственно, и есть основной текст, с помощью которого Лена как бы объясняет суть ее фотопроекта. А второй фрагмент – это последние слова текста, сопровождающего фотографии. И если вы пробежите глазами по этим текстам, вы увидите, что, во-первых, в основном таком первом тексте Лена обращает внимание на конфессиональную такую трансформацию, то, что надгробия были протестантскими, и на них появляются какие-то православные символы. Вот. А в конце она обращается к этим надгробиям как к полимсестам, как к таким восковым дощечкам. И если вы знакомы, в принципе, с какой-то, с какими-то работами в области memory studies, то вы знаете, что вообще вот эта тема восковых дощечек – это одна из самых распространенных метафор вообще в обращении и в анализе памяти. Но тут, особенно в последнем этом тексте, видно, что Лена смотрит на такую форму использования надгробий довольно, так скажем, мягко и нейтрально, и даже как бы заглядывает в будущее, говоря о том, что вот да, это была вечная память, которая, видимо, стала невечной, но снова обратилась в вечную память просто уже для других поколений, то есть эти надгробия, они снова стали знаками вечной памяти просто уже для других людей. Вот. Но на самом деле в большинстве случаев, когда мы сталкиваемся с подобными вещами, вот с таким second-hand, что ли, использованием, таким вторичным использованием надгробных памятников финских, на финских кладбищах, мы обычно сталкиваемся с реакцией гораздо более жесткой, чем у Елены Лончаковой, гораздо более эмоциональной и гораздо более жестко определяющей, собственно, отношения смотрящего на эти артефакты. Здесь предполагалось, что я задам вам вопрос о ваших собственных переживаниях, эмоциях, и считайте, что я его сдала, а вы умысленно подумайте, какова же, значит, ваша, какова реакция эмоциональная на то, что вы увидели. Но на этом слайде вот вы видите уже высказывание других людей о, не об этих конкретных кладбищах, но о других финских кладбищах и других способах вообще обращения с финскими могилами, с финскими нагробием, с финскими кладбищами. Вот эти тексты, они взяты из разных источников, из разных контекстов. Я сейчас немножечко поясню, это тоже довольно любопытно, мне кажется. Первые два фрагмента взяты из текстов таких интересных людей, Дарьи и Романа Нуриевых. Сами они уехали из большого города, они на самом деле путешествуют, то есть они там были сначала в одном месте, потом в другом. И в конце концов оказались в Курки-Йоки, это как раз тоже бывшая финская Карелия, где они устроились учителями. И они довольно много вообще пишут о своей жизни на страницах живого журнала в основном, и в том числе пишут для разных изданий. И вот текст первый, который вы видите, первый фрагмент, он был вообще изначально опубликован на карельской странице портала «Русская планета». Сейчас он куда-то отделся, но довольно активно гуляет по интернету, перепечатывается, в общем, разными изданиями. Это довольно такой резкий текст, посвященный как раз формам обращения современных жителей этих мест с бывшими финскими кладбищами. Он называется «Чужие покойники». И Романа Дарья Нуриева несколько текстов такого рода написали, в том числе вот про кладбище. Но последние два фрагмента, да, значит, если Роман Дарья Нуриева, их можно рассматривать как таких вот культуртрейгеров, дауншифтеров, которые пришли, в общем, на эту территорию извне, такие пришельцы с какой-то своей идеей такого миссионерства. И они как бы несут свет просвещения сюда. Ну и, собственно, они работают в школе как просветители. Сейчас они, кстати, уже уехали из Курки-Йоки. Вот. Два последних фрагмента на этом слайде, они взяты из местного такого локального, из локальной группы, с Актовальской, вот, и где довольно часто вообще обсуждаются проблемы, связанные с бывшим финским прошлым, с финским наследием. И в том числе прямо обсуждаются вопросы, связанные с финским кладбищем. Это такая важная точка вообще в Сартовале. Вот. И здесь мы видим обсуждение людей, просто местных людей, которые здесь всегда жили. И сам тот факт, что, например, они упоминают могилу супругов Халунблат, вообще говорит о том, что это люди довольно хорошо осведомленные ассортовали, потому что человек просто приезжий, например, ну, не знал бы таких подробностей. Вот. И во всех этих текстах мы видим довольно такую жесткую риторику, риторику осуждения, вот, и того, что называют, собственно, риторикой стыда. Вот. И еще один фрагмент, значит, во-первых, вот здесь есть фотографии, на самом деле, три из этих фотографий, они не совсем отвечают тому, о чем вот я в данный момент говорю, потому что они сделаны уже относительно недавно. Вот. Но фотография в правом верхнем углу показывает, собственно, то самое Сартовальское кладбище, вот, Старое финское кладбище, как оно было где-то примерно, когда Юрий Ленинг написал это стихотворение, ну, спустя, на самом деле, четыре года, в 2012 году была сделана фотография. Остальные три фотографии были сделаны позже, они как раз той самой Еленой Лычковой были сделаны, мы вместе с ней были там в поездке в 2018 году, если я не ошибаюсь, вот эти фотографии сделаны. И вы видите тут разницу, про эту разницу я еще поговорю, но в целом вот то, как выглядит кладбище в правом верхнем углу, это то кладбище, которым писал Юрий Ленинг, свое стихотворение, которое я здесь тоже разместила. И Юрий Ленинг – это тоже такой важный персонаж, в частности, для Сартовалы, сам он родом из Сартовалы, это довольно известный поэт и писатель, не так давно умерший в 2018 году, и большую, достаточно роль игравший вообще, в частности, в обществе по сохранению истории культуры и памятников Сартовали. В частности, уже в конце 80-х годов Юрий Ленинг написал там целую серию статей в местной газете как раз о необходимости охраны, заботы и почитания финского наследия. И он, как вы видите, тоже высказывается в аналогичном же духе вот этой риторики стыда и осуждения. Прежде чем дальше поговорить, собственно, про эту риторику, про стыд, про мораль и прочие такие вещи, я чуть-чуть все-таки расскажу про этот кейс, чтобы было понятно тем, кто еще ничего от меня не слышал про это дело. Вот здесь вы видите очень много карт разных, которые показывают несколько вещей для нас в данном случае важных. Вот нижние карты, вы видите, такая темно-зеленая территория, это территория как бы Финляндии, которая там в самом начале еще не была, Финляндии. Но на этих картах, если вы присмотритесь, вы увидите границу современную между Россией и Финляндией, где она такая в виде линии там присутствует. И регион, о котором я говорю, он группируется в нижнем правом углу, то есть на юго-востоке. Каждая из этих карт, вот вы видите там Ладожское озеро, самое большое озеро, как известно, в Европе. И регион, которым я в частности занимаюсь, это Северный Приладож, и вот как раз вокруг этого Ладожского озера. И вот эти карты, они должны помочь нам понять, что эта территория вокруг Ладожского озера, вот она прямо так вот с первых границ, которые там появляются, и вплоть до середины, соответственно, XX века, эта территория бесконечно находится под таким приливом и отливом разных государственных образований. Это такое типичное погранище, которое все время переходит из рук одной страны в другую, причем сами страны меняются. Вот вы видите там, где стоят даты, там есть флажочки, то есть сначала там это Швеция, потом это Россия, и потом Финляндия. Понятно, что эти карты могли быть нарисованы иначе, и прилив был бы со стороны российской территории, но в данном случае это не так важно. Важно, что эта территория постоянно, многократно, на протяжении нескольких веков остановилась, что принадлежала по одной стране, то другой. Но нас уже интересует, собственно, то, что происходило здесь в XX веке. Значит, вот в 1917 году Финляндия получает независимость, и здесь территорию мы ее видим, ну, можно посмотреть на 1920 или 1812 год, вот вся эта зелененькая территория, она становится частью Финляндии, и на большой карте в правом нижнем, опять же, углу, красным таким выделена эта самая территория, которая даже вот по-фински называется именно как переданная или оставленная территория, вот этот красненький кусочек, вот, и в 1939 году начинается Зимняя война, которая заканчивается тем, что эта территория становится советской, соответственно, это приводит к выселению эвакуации практически стопроцентному всех людей, которые здесь жили на территории Финляндии, и организации большой переселеческой кампании советской по заселению этих земель людьми из разных республик Советского Союза. Соответственно, в 1941 году Финляндия вступает в войну, и вот вы видите тут три разных названия, «Война продолжения», так это в финской историографии называется Вторая мировая война или Великая Отечественная война, вот, это, собственно, и была война для Финляндии во многом за именно эти территории, за возвратами этих территорий. Соответственно, когда финские войска занимают территорию, бывшие финские жители возвращаются, но потом снова в 1944 году уезжают отсюда, и опять переселенческий отдел Советского Союза инициируют новую кампанию по вербовке людей для освоения, так это называлось, освоения новых районов. Вообще, переселенческий отдел занимался далеко не только приладышлен, далеко не только этой территории, но и множеством других территорий, которые были приобретены, если можно так сказать, в результате Второй мировой войны Советским Союзом. Вот, и статистика учета, вот кто там приехал, кто там уехал, это дело очень сложное, я сейчас про это говорить не буду, вот, потому что много людей приезжало и уезжало, но по данным, например, Елены Смирновой, которая поднимала довольно много всяких статистических материалов, на 1948 год, значит, сюда приехало порядка 70 тысяч человек, это на самом деле более десятка самых разных и республик, и краев, и областей РСФСР, вот, здесь было довольно много диаспор, прямо таких диаспор, чувашских, мордовских, там, из Белоруссии, из Украины, из очень много разных мест, большая была такая диаспора Вологодской, из Вологодской области, откуда приехало много людей из районов затопления, вот, значит, что еще для нас в данном случае важно, важно, что вплоть до конца 80-х годов, на самом деле официально до 1993-го года вся эта территория находилась, да, вот еще одна вещь, которую забыл сказать, что, да, вот этот красненький кусочек земли, он был поделен между Карелией и Ленинградской области, Карельская республика стала Карело-финской, значит, в тот момент потом она была обратно понижена до статуса Карельской автономной республики, но это уже позже произойдет, там, 50-е годы, сначала она стала Карело-финской, соответственно, все те населенные пункты, которые оказались в составе Карелии, они сохранили свои финские названия, и дальше на слайдах вы увидите топонимы, которые финские, это значит, что это Карелия, топонимы, которые были переименованы в русскоязычные, значит, это Ленинградская область, это не стопроцентное правило, но почти стопроцентное, вот, значит, и когда мы говорим про, собственно, карельскую часть этой территории, которая оказалась в составе Карело-финской СССР, значит, важно понимать, что вот до конца 80-х, официально до 1993 года, вся эта территория была приграничной зоной, и была, соответственно, закрыта, закрыта для всех иностранцев, которые не имели право сюда попадать, то есть какие-то делегации были, но это все было совершенно-таки единичный случай, обычные люди не могли сюда приехать, например, из Финляндии, для советских жителей требовались специальные пропуска, вот, но с конца 80-х годов ситуация меняется, во-первых, вот как раз в 1993 году издается приказ, по которому пограничная зона сужается, и де-факто границы открываются, вот, с другой стороны, в принципе, уже с конца 80-х годов начинается такая либерализация отношений, вот, и, соответственно, это то время, когда начинается так называемый ностальгический туризм, огромное количество бывших пинских жителей приезжают сюда, понимают, что конец 80-х годов все они еще не просто живые, они еще полны сил и энергии, и приезжают сюда довольно активно, что на самом деле во многом спасают местных жителей в этот период, потому что, конечно, ностальгический туризм становится важным экономическим ресурсом для тех, кто здесь живет, и приводит вообще к становлению отношений, таких кроссграничных, локальных кроссграничных отношений, довольно мощных, на разных уровнях, то есть от бизнеса до культуры, истории, просто семейных отношений, таких вот постоянных, повседневных отношений между местными жителями и бывшими финскими жителями этой территории. Вот такие несколько важных моментов, которые нам нужно учитывать. Вот, значит, это такая немножко бессмысленная картинка, просто чтобы показать, что, конечно, такая ситуация в Карелии далеко не уникальна, и это просто карты разных регионов, естественно, далеко не всех, но тех, которых, конечно же, и которых, я думаю, легко познаете, в которых границы в результате разных и войн, и деколонизации и прочих всяких процессов границ очень сильно менялись, во всех случаях приводя к довольно масштабным вот таким миграционным процессам, да, одни люди уезжают, другие приезжают, иногда это сопровождается, конечно, массовыми смертоубийствами, иногда менее массовыми смертоубийствами, и очень редко вообще без смертоубийств обходится, вот, поэтому, конечно, случай с финской Карелией, он далеко не уникален для истории вообще 20 века, вот, теперь, собственно, про кладбище чуть-чуть, значит, что происходит с кладбищем, значит, вот вы тут видите несколько цифр, эти цифры очень разные, вот, потому что какой-то такой прям стопроцентной статистики, на которую бы можно было легко положиться, я так и не нашла, ну вот, создан, в принципе, такой специальный сайт финских кладбища в России, он есть на русском и на финском языках, но он как-то довольно плохо развивается, и вот эти 22, вот это вот число, нам кажется немножко странным, я бы полагалась скорее все-таки на данные финского генеалогического общества, которое показывает 125 финских кладбищ на территории России, которые остались, вот, и надо сказать, что Россия не на первом месте, на самом деле, по числу кладбищ, даже, по-моему, и не на втором, вот, и вы здесь видите, да, и отдельная история связана с военными кладбищами, вот, вот это число 64 военных кладбища, которое определено финским объединением по вековечной памяти погибших на войне, и, собственно, эти кладбища помечены такими черными и разными другими точечками на карте в левом верхнем углу. В принципе, военным кладбищем поверзло с одной стороны меньше других, с другой стороны больше других, потому что еще в период войны все военные кладбища, чужие, вражеские, как они назывались, были уничтожены, были специально изданы приказы, требовавшие уничтожения всех военных захоронений, не именно финских, и вообще всех в черте города. Афинские кладбища все находились в черте города, потому что они были рядом с церквями, которые находились в черте города. Поэтому они все уничтожены. Вы видите, здесь две пары фотографий, соответственно, вот фотография из Ряселя, это Ленинградская область, и фотография из Сартовалы, это поедные кладбища, вы видите, одинаковые такие, ряды одинаковых белых крестов. этих кладбищ больше нет, но вы видите, что в обоих случаях установлены специальные такие памятные знаки, и дело в том, что между Россией и Финляндией было заключено специальное соглашение по заботе, охране, поиске и там вообще опеке, так скажем, за военными захоронениями, соответственно, российскими в Финляндии и финскими в России, поэтому, в принципе, вот статистика и вообще забота именно в военных кладбищах она работает гораздо лучше, чем в случае с гражданскими кладбищами, вот, но дело здесь, да, не только в военных кладбищах, то есть и в гражданских тоже, и вообще, как правило, именно гражданские кладбища вызывают такие наибольшие переживания, споры и так далее, вот, теперь мы, собственно, поговорим немножечко про чувства, про эмоции, про мораль и про то, как все это связано с прошлым, с интерпретацией прошлого и с тем, как люди на все это смотрят и что они по поводу всего этого думают, вот, ну вот я взяла в итоге эту тему стыда, потому что мне кажется, она важна, хотя в тех фрагментах даже, которые я показала на слайдах и вообще в тех материалах, которые у меня есть, далеко не всегда слово стыд используется, тем не менее, реакция, которую вызывает обычно судьба и способ обращения с финскими кладбищами сегодня в России, как мне кажется, можно объединить вот этим вот понятием стыд, вот, при этом стыд это вещь такая интересная, потому что с одной стороны стыд можно рассматривать как эмоцию и вот у Сары Ахмед книжки Cultural Politics of Emotions, вообще на последнем сайте, слайде, я привела название всех работ, которые я буду упоминать, в конце они все появятся, вот, так вот, у нее есть глава как раз посвященная стыду, вот, в то же время стыд это и моральное какое-то понятие, и вот Джейсон Сруб, он пытается все это свести вместе, выражение Moral Sentiment или Moral Sensibility, вот, объединив вот эти вот две такие важные составляющие, морали и эмоции, вот, при этом понятно, что когда мы каким-то образом проживаем стыд, испытываем стыд, нам неизбежно приходится, как бы, вот, ответить сознательно, несознательно, ну, так или иначе, столкнуться, вот, с определением нескольких важных вещей, а именно того, что хорошо, что плохо, именно поэтому, собственно, стыд является моральным понятием, да, он определяет ценности, что хорошо, что плохо, что можно делать, чего нельзя делать, а также определением того, собственно, кто поступает хорошо, а кто плохо, кто правильно, а кто неправильно, именно поэтому стыд имеет такую социальную функцию важную, он классифицирует людей, людей, вот, в этом качестве выступает, и, с другой стороны, уже довольно много написано про то, что само ощущение стыда, переживание стыда связано с каким-то внешним взглядом, то есть нам стыдно всегда перед кем-то, этот кто-то может реально присутствовать, реально смотреть на нас, а может быть как бы воображаемым зрителем, но так или иначе, нам стыдно перед чьим-то взглядом всегда, поэтому, так или иначе, вот этот воображаемый зритель, свидетель всегда тоже определяется каким-то образом, когда мы переживаем стыд, вот, ну и также стыд, как бы, определяет переживание стыда, предполагает, что мы знаем, как бы, правило, когда должно быть стыдно, да, стыд является также в определенных ситуациях нормативным переживанием, вот, и о социальном, такой, мобилизующем потенциале эмоций, в частности, стыда тоже уже довольно много написано, но я вот здесь использовала, собственно, только Ахмед и Розенвейн, Розенвейн непростой писала про эмоциональное сообщество, но, тем не менее, это все как раз про то же самое, что, в принципе, эмоции, в частности, стыд, способны объединять людей через, вот, общность переживания некоторых, в данном случае стыда, вот, но в данном случае, вот, сегодня я решила взять одно совершенно такое незамысловатое, может быть, даже понятие, которое использовал Джаред Зигон, вот здесь есть две книжки, в конце, на последнем слайде будет еще его третья книжка, указанная, посвященная, собственно, современному такому по-российскому субъекту, вот, Джаред Зигон вообще довольно молодой исследователь, который закончил магистратуру в Liberal Arts, но с таким фокусом на моральную и политическую философию, то есть у него есть, вот, собственно, такой бэкграунд в области моральной философии, а диссертацию он уже защитил по антропологии в городском университете Нью-Йорка, вот, и сейчас он, собственно, работает в университете Вирджинии, возглавляет несколько связанных как раз с этикой и прочими такими вещами центра, вот, и вот это понятие moral breakdown, которое он предлагает и развивает, он сначала его использует в статье 2007 года и затем развивает, собственно, в книжке, такой более историографической, более теоретически, посвященной, собственно, понятию морали, вот, и там он предлагает, собственно, рассматривать мораль на трёх уровнях, так скажем, или через три призмы, вот так тоже можно сказать, на институциональном уровне, в сфере публичного дискурса и вот на этом третьем уровне воплощённых диспозиций, мне не нравится этот перевод, но бог с ним, embodied dispositions, и вот эти самые embodied dispositions как раз то, что мне интересно больше всего, ну и, кажется, собственно, Джану Тузи Гону тоже, вот, потому что дальше он, собственно, развивает вот эту тему embodied dispositions, как бы, как, собственно, мораль, противоставляя её этике, и вот я выписала тоже фрагмент, в котором он объясняет, собственно, что это такое, вот мораль в этом плане, в плане embodied dispositions, которая для него является такой моралью повседневной, неотрефлексированной и непроговорённой, то есть это то, как мы живём, предполагая, что мы живём и ведём себя, и делаем что-то правильно, но вообще ни разу не задумываемся об этом никогда, то есть просто мы вот знаем, что мы вроде как бы всё делаем хорошо, мы никаких моральных норм не нарушаем, просто мы живём правильно, вот, и он как раз противопоставляя мораль этике, вот именно мораль в этом значении приводит всякие разные смешные примеры, ну, то есть вот вы тоже можете представить, если мы сейчас остановим там какого-нибудь человека и скажем ему, а вот какие у тебя моральные принципы, вот, ну, человек испугается, наверное, сначала, ну, так потом подумает, наверное, что-нибудь придумает, такой похожий на 10 заповедей, вот, но в жизни в большинстве случаев мы вообще такими вопросами не задаёмся, то есть вот как он здесь пишет, значит, мораль, она вот, она просто даже не есть, она просто делается, it is simply done, вот, и, а этика как раз для него, это вот уже когда мы вдруг, да, или не вдруг, а вот просто мы там о чём-то думаем и формулируем какие-то принципы и какие-то решаем этические дилеммы. И самое интересное, на мой взгляд, конечно, вещь, это вот этот переход от одного к другому, когда вдруг по каким-то причинам люди начинают задумываться о том, что они делают хорошо или плохо, и вот, то есть хорошо ли это или плохо, а может быть, то, что делал, это как раз плохо, или что-то не так пошло, и вот это он, собственно, и называет moral breakdown, и мне бы хотелось как раз посмотреть, что там происходит, потому что мне кажется, что как раз вот такие moral breakdowns возникают в случае с отношением к финским кладбищам. Вот, и вот я выписала такой довольно большой фрагмент из интервью, и немножечко расскажу, я его прочитаю, на самом деле, это красивый на мозгу текст, но сначала расскажу о том, кто, собственно, это говорит, по какому поводу. Ну вот если у вас выключены, собственно, я, докладчик, и все остальные, то, по идее, вы должны видеть фотографию Александра Кузнецова в правом верхнем углу, с которым я, в данном случае, разговариваю. Фотография такая слишком, может быть, светская какая-то официальная, потому что вообще Александр Кузнецов очень бодрый, энергичный, общительный, приятный в жизни человек. Вот, и Александр Кузнецов сам по себе персонаж крайне любопытный, потому что он вообще живет, сейчас он живет в Свердтовале, но приехал туда совсем-совсем недавно, в конце 90-х годов, сам он родом из Новосибирска, и в Новосибирске он был лидером пятидесятнической общины, вот, и однажды просто во время какой-то туристической поездки он оказался в Свердтовале, и ему ужасно это понравилось, он схватил всю свою семью, у него целая куча детей, он всех их взял, а также, по его словам, взял всю свою пятидесятническую общину, и они все переехали в Свердтовалу. Здесь он тоже сначала был лидером, вот, опять же, пятидесятнической общины, но потом стал общаться с местной протестантской общиной, и, как он говорит, местный пастор, это был на тот момент финский пастор, сказал, что вот ему нужно уже передавать кому-нибудь служение, а некому, и тогда Александр Кузнецов закончил обучение специальное и стал протестантским пастором, евангелическим пастором, но это не конец истории, потому что в какой-то момент там возникли, ну, что-то, что можно было бы назвать расколом, ну, в общем, возникли некоторые проблемы, неважно, вот, и тогда Александр Кузнецов не нашел ничего лучше, как создать вообще новую церковь, которая называется Евангельско-Литуранская, по-моему, у меня просто закрыто точное название, вот, Евангельско-Литуранская, Карельская церковь с центром в Цартовале, вот, то есть это сейчас совершенно такая отдельная, как бы, отдельная церковь, у нее есть представительство в Финляндии, вот, и Александр Кузнецов один из тех людей, которые вообще очень активно участвуют, во-первых, в жизни местного сообщества, в частности, он как раз из тех, кто следит и занимается уходом за кусочком финского кладбища, вот, а то событие, о котором он рассказывает в интервью, которое на слайде, произошло в другом месте, рядом с Цартовалой, в местечке под названием Лахдымпохья, где есть довольно большая, довольно красивая кирха, это был Якиманский приход, вот, это Якиманская кирха, сейчас это, собственно, город, маленький город Лахдымпохья, вот, и вы видите на фотографии черно-белая, это, собственно, вот эта кирха, это, по-моему, 41-й год, а внизу, собственно, кирха, как она выглядит сейчас, ну, по крайней мере, в 2019 году, вот, а в самом верху вы видите фотографию с такой Якиманской газеты, то есть это газета прихода Якиман, которая издается в Финляндии, и она посвящена открытию одного из памятников, то есть на самом деле вот крест с плитами, они были раньше, они были уже в 93-м году сделаны на этом месте, рядом с кирхой, а вот черная такая, черная стела, она была открыта в 2018 году торжественно, вместе с представителями финских коммун и российских властей, с приглашением местных жителей, разных важных деятелей, и в том числе Александр Кузнецов был приглашен тоже на это мероприятие выступить с речью, и вот, собственно, теперь про интервью, значит, в этом своем интервью, когда мы с ним беседуем, он, в общем, вот рассказывает об этом своем опыте выступления, потому что вот он пришел, он подготовил речь, и вот он начинает, значит, говорить, я подчеркнул, все-таки подчеркнул, что земля была красивая здесь, ухоженная, мы вошли на эту землю, даже если после войны, во время военных действий все происходило, то все-таки мы увидели, что земля была, забота проявлялась о земле, за что этим людям поклон и честь, да, вот. Но я хотел дальше говорить, конечно, но я не мог говорить, потому что не было переводчика, и поэтому я начал это говорить и понял, что, слушайте, я же речь приготовила для финнов, а они меня не понимают, вот, надо к русским переключиться. Я переключаюсь к русским и говорю, а во что превратили мы эту землю? Ведь мы же не просим вас, чтобы вы делали какие-то масштабные вещи, но элементарные. Позаботьтесь о своем дворике и рядышком, вот, не выкидывайте мусор через забор, вот, ну, почему вы так делаете, зачем, ну, почему мы так, не вы так, почему мы так делаем, почему мы, вот сколько мы лет живем здесь, но так мы не научились элементарно вещам, что такая красивая земля, а мы так к ней пагубно относимся. Ну, примерно таким образом. Вот, и здесь в этой сбивчивой речи, которая раскрасывалась всякими разными цветами, я хочу обратить ваше внимание вот на эти две части, разделенные выделенным жирным шрифтом фразы, потому что не было переводчика, потому что вот эта первая часть, здесь он обращается к финнам, и вот здесь он опять, то есть просто он, да, я хочу сказать, что это вообще довольно типично на Санзе для этого региона, когда местные активисты не владеют финским языком, как, например, Александр. Вот, и здесь он сначала использует понятие «мы», говоря о нас, как бы, условно местных жителях. При этом вот я уже сказала, что сам он приехал сюда совсем недавно, то есть он не только не входил на эту землю после войны, но у него нет никаких, на самом деле, ни родственников, ни каких-то других связей с людьми, которые, ну, хоть в каком-то смысле входили на эту землю после войны, тем не менее он здесь себя включает в эту «мы» группу неких местных жителей, условных, при этом он в этой первой части выражает свою благодарность людям, этим людям. Этим людям – это тоже такая интересная категория, потому что получается, что это и не те самые финны, с которыми он говорит, это какие-то вот их, видимо, там, предки или кто-то, какие-то люди, которые хорошо заботились об этой земле. Вот, но потом, как только он понимает, что, значит, финны его не слышат, но не могут понять, что он говорит, он переключается, как он говорит, на русских, и здесь вот эти местоимения начинают у него уже удивительным образом прыгать, вот эти «мы» и «вы», они появляются, и вот «мы», которое выделено у меня жёлтым и зелёным, оно особенно удивительно, потому что это «мы», ведь мы же не просим вас, чтобы вы делали какие-то масштабные вещи, вот это «мы», это уже совсем другая какая-то «мы» группа, это «мы» группа, в которой Александр Кузнецов скорее солидаризируется, ну, условно говоря, с финнами, он как бы с их стороны и глазами смотрит, но потом он снова как бы вдруг задумывается, то есть, собственно, вот здесь тоже происходит вот этот вот сбой или сдвиг или столкновение каких-то двух разных взглядов, двух разных, в том числе и моральных позиций, в которых он говорит уже, что «почему не вы, мы?» «Почему мы так делаем?» «Почему мы?» То есть он как бы обратно возвращается к «мы» группе неких местных жителей, но сама вот эта ситуация, вот эта противоречивая ситуация, в которой он как бы получается, что стыдится сначала за них, этих местных жителей, но потом как бы и в себя включает в это понятие, таким образом ему как бы и за себя стыдно, она, и вот эти вот бесконечные скачки между местоимениями, она довольно показательна и показывает, на мой взгляд, вот как раз один из вариантов такого moral breakdown, такого морального сбоя. Собственно, появление такого другого взгляда, вот это столкновение двух взглядов, вот этих двух разных «мы» групп, к которым Александр Кузнецов примыкает вот буквально в течение, там, не знаю, минуты, которая длится весь этот рассказ, связано как раз с рубежом 80-х, 90-х годов, когда сюда активно начинают приезжать финны, и не просто приезжать, а устанавливается много разных связей. Я уже говорила, что это связи разного уровня, и на уровне местной администрации, и на уровне музея, и на уровне бизнес-структур появляется много проектов, и просто устанавливается много повседневных связей, много повседневных отношений между людьми, потому что финны часто приезжают в свои старые дома, в которых живут местные жители, и они как бы устанавливают просто зачастую дружеские отношения, продолжают общаться, переписываться, и у меня довольно много рассказов, на самом деле, как раз о том, как это все происходит и поддерживается. Вот эти две фотографии как раз показывают состояние того самого Сартовальского, старого финского кладбища с разницей в несколько лет, ну, то есть это все-таки верхняя фотография, это не конец 80-х годов, это более позднее время, но, тем не менее, вот в последние годы кладбище выглядит так, как на нижней фотографии, и, на мой взгляд, выглядит довольно симпатично. Вот, и вот эти изменения, собственно, и происходят в результате какого-то, какой-то трансформации чувствительности, в том числе моральной чувствительности, людей, вот. Значит, вот этот другой взгляд, такой финский взгляд, который появляется с конца 80-х годов и 90-е, в начале 2000-х годов, он довольно хорошо вообще заметен в таком местном каком-то пространстве. Здесь вот я показала две карты, одна карта верхняя в левом верхнем углу, эта карта сортовала, историческая сортовала, которая была сделана в городе Йонсу в Финляндии, и она существует на портале как раз финском, а нижняя карта сделана, собственно, в сортовале, это не самая свежая карта, но, тем не менее, такая туристическая схема. Вот, и на самом деле, если мы бы посмотрели подробнее, мы бы увидели, что в плане достопримечательностей эти места совпадают, и в целом сортовальская туристическая карта, карта такой вот важной, значимой памяти, важного, значимого прошлого, это карта бывшего, бывшего сортовала. Все вот практически, да не практически, все места, которые на этой туристической схеме помечены цифрками, если бы мы их развернули, мы бы увидели, что там везде написано бывшее. Бывшая кирха, бывший банк, бывшая почта, бывшая там, лицей и так далее. Вот эта карта, она оказывается бывшей, и сортовала сегодня выглядит как такое зеркальное отражение на самом деле финской сортовалы, только с приставочкой бывшей. Вот. И вот этот внешний взгляд как раз и оказывается тем взглядом, который формирует ощущение стыда. Причем этот внешний взгляд, он может быть соответственно представлен совершенно конкретными какими-то финнами, в частности, финскими туристами. Вот первый фрагмент как раз об этом, когда людям стыдно непосредственно перед лицом финских туристов. В некоторых случаях это не собственно финские туристы, но, например, собственно финские бывшие жители этих мест, хозяева этих домов. А в некоторых случаях это их предки, например. В случае с кладбищем иногда упоминаются собственно те, кто похоронен там. Вот. Но этот внешний взгляд может быть и интерьеризирован. И одна из очень распространенных и таких, может быть, самых ярких идиом, которая нередко появляется, когда мы разговариваем с местными жителями, по крайней мере, местными жителями старшего поколения, то есть вот там 20-х годов рождения, те, кто собственно приехал после войны сюда, первого поколения переселенцев. Вот. Эта фраза, которую вот здесь я тоже привела, уж русский Иван только ломать. Вот эта идея, что мы приехали и мы все испортили, то есть было все очень хорошо, красиво, и вообще финны сделали все очень здорово, мы приехали и все испортили, это очень такая характерная характерный взгляд для местных жителей. Вот. И при этом на самом деле существует совсем какая-то другая чувствительность. Вот. То есть вот тот moral breakdown, с которым мы сталкиваемся, на мой взгляд, когда рассматриваем речь Александра Кузнецова, вот эти его скачки между разными мы-группами, это один вариант. Другой вариант тоже вот этого moral breakdown, как мне кажется, заключается вот в этих разных, собственно, риториках чувств, в котором есть, значит, в одном случае стыд, а в другом случае стыда совсем нет, а есть какая-то совсем другая чувствительность, про которую, на самом деле, я уже сегодня не успею толком рассказать. Но вот на этом слайде есть несколько фрагментов из интервью, из рассказов тех, кто относится к кладбищам совсем иначе, кому как бы не то, чтобы не стыдно, я поставила здесь стыд в кавычки, и не то, чтобы не стыдно за то, что там происходит, просто для них кладбище это совсем другое место. Они любят эти места, им нравится там гулять, и если вы вспомните фотографии того же Сартовальского кладбища, оно сейчас очень приятное, но и даже на самом деле и там 10 лет назад все равно оно было довольно приятное для прогулок, вот на одной фотографии вы, может быть, вспомните и вы видели детей, которые через него куда-то идут, вот, и на этом кладбище приятно находиться, им приятно о нем вспоминать, для этих людей кладбище не вызывает каких-то таких тяжелых мыслей, там, тяжелых ощущений, и им не кажется, что на самом деле происходит какое-то уничтожение чего-то и так далее. На самом деле существует и гораздо более остро переживаемая чувствительность в отношении финнов, и в том числе финского прошлого и финских кладбищ, вот, которое связано с сопереживанием финнов и с, в том числе, даже походами на кладбище для поминания финских покойников. Но... Я пожелаю... 10 минут, я бы хотела напомнить. Да, я уже тут нашла способ следить за временем, поэтому я заканчиваю, вот, и просто хочу буквально несколько вот этих вот, если можно так сказать, выводов обозначить, про то, что как раз развитие ностальгического туризма и локальных кросс-граничных отношений привело к появлению такого морального сбоя и переоценки ценностей, стыд стал основным инструментом реинтерпретации прошлого, создавая новые социальные границы, потому что риторика стыда, она свойственна представителям определенных местных таких социальных групп, про которые я не говорила, потому что другой раз как-нибудь, вот, и с другой стороны риторика стыда замещает собой, на мой взгляд, другие формы чувствительности, не менее значимые и не менее важные и не менее серьезные, и в некоторых случаях провоцирую обратную реакцию такого как отторжение и неприязнь, вот, про которые тоже сегодня говорить не буду, потому что заканчиваю, вот, и вот на этом слайде собственно литература, которую я упоминала кое-что не упоминала, вот, но вот у нас есть, наверное, 10 минут все-таки, да, для вопросов, спасибо, а, я убрала слайд, оставить слайд или нет, как вы думаете? Ну, если кому-нибудь понадобится, то может быть, ну, в общем, если кому-то нужно, то я могу потом просто прислать, есть ли у кого-то вопросы, пожалуйста, поднимайте руку или сообщите о себе в чате, если кто хочет что-то спросить, ну, наверное, тогда я смогу задать вопрос, на самом деле я как бы его немножко не доформулировал, но он, наверное, такой, часто, когда мы разбираемся с эмоциями и чувствами, то есть, как бы вы провели границу между ними, то есть, потому что, как бы, как вы вначале заметили, может быть, тему другим, но в каком случае мы будем считать, значит, каким образом и в каком случае другим образом? Эмоции и чувства? Да. Ну, на самом деле, я, мне вообще не очень нравится идея различать одно от другого, потому что, ну, то, что я смотрела какую-то литературу как раз по аффективному повороту, например, и вот эта тема, связанная с развлечением эмоций, аффектов и чувств, это такая довольно, довольно большая область, в которой вот эти границы, они проводятся постоянно по-разному в зависимости от различных целей исследователей, то есть, я вообще не смогла найти, чтобы была какая-то вот единая система границ между этими разными понятиями, и мне кажется, что и не нужно в данном случае как-то много сил вот тратить на это, то есть, мне кажется, я пока использую понятие эмоций и чувства более-менее как одно и то же, вот, по крайней мере, вот сейчас, потому что, ну, я говорю, что такого мне, я не нашла, чтобы сложился какой-то вот жесткий категориальный такой аппарат со своими определениями, они очень разные и очень операциональные, и очень подвижные эти понятия. Да, спасибо. И если, если никто не реагирует, я тогда позволю себе еще один вопрос, потому что такое ощущение, что из рассказа пропал куда-то такой вот ура-патриотический российский элемент, то есть, было ли у вас в поле такое, что как-то кто-то полностью пытался отрицать вот финское прошлое, скажем так, и как это вот в общую такую картину вот этих эмоций, чувств моральных может списываться? Ну, вот последняя строчка там на этом моем последнем слайде, она была про отторжение неприязни, вот, про которую я вообще не говорила, а суть, собственно, этого моего тезиса заключается в том, что действительно, то есть, когда мы разговариваем, например, с людьми более старшего поколения, вот эта вот идея «русский Иван пришел и все испортил», она действительно такая очень значимая. Но если мы разговариваем с людьми моложе, вот, и теми, кто при этом не включает себя и не претендует на то, чтобы быть представителем, ну, так скажем, культурной элиты, вот, эти люди довольно часто, довольно резко отзываются, в частности, о финнах и говорят, что вообще им здесь не место и типа и нефиг, и нечего вообще по этому поводу напрягаться и переживать, потому что кто-нибудь такие и вообще чего-нибудь сюда таскаются. Вот эта идея тоже довольно сильна, и мне, например, кажется, что такая идея обостряется отчасти, потому что, ну, просто представители старшего поколения становятся все меньше, а более молодого поколения все больше, а с другой стороны, потому что вот это давление риторики стыда, оно тоже как бы усиливалось довольно долго, и мне кажется, что вот этот дискурс такого неприятия, собственно, вот этой всей финской истории, он в каком-то смысле является реакцией на довольно мощное давление со стороны тех, кто пытается стыдить местное население, вот, поэтому вот в таком виде есть, прямо такого ура-патриотизма, там, какого-то жесткого в публичной сфере все-таки здесь нет, вот, потому что это главный, на самом деле, экономический потенциал вообще всей территории, поэтому, конечно, в последние годы, ну, скажем так, тема финского наследия, она потихонечку пошла на спад ее использование, ну, по разным таким причинам, вот, но в целом, конечно, на официальном уровне, например, никто не будет заявлять, что, а давайте там, не знаю, уничтожим это финское кладбище, нафиг, что это оно тут стоит, нам все портит, такого, конечно, не может быть. Спасибо. Так, у нас есть, кажется, вопрос. Здравствуйте, всем коллеги, Катерина, большое спасибо за очень интересный доклад. У меня такой вот, когда вы рассказывали, у меня возник походу вопрос, вот, когда этот священник стал, от финской аудитории, да, понял, что он вот сейчас будет, значит, к русскоязычной обращаться, стал переходить на мы, а как вообще на это люди отреагировали, ведь по большому счету, он же ведь их начал, ну, критиковать, да, поведенческие практики, там, какие-то, как бы, очевидно, потому что они проигрывают, вот, финнам, на чьей территории этнической они живут и так далее. и вот, что вы знаете про реакцию? К сожалению, я не знаю ничего про реакцию, мне тоже очень опитно, что я, например, меня не было на самом этом мероприятии, да, то есть это действительно такой его пересказ, и я не знаю, как оно там происходило, вот, потому что обычно такого рода мероприятия, которые устраивают, ну, то есть инициаторами их обычно являются как раз, собственно, финские коммуны, и это такая параллельная жизнь при Ладожье, тоже я про это не говорила, то есть вообще вся сеть бывшей финской Карелии, она как бы представлена зеркально отраженными финскими коммунами, то есть коммунами тех выходцев из бывшей финской Карелии, они довольно активно занимаются мемориализацией, вот, и достаточно автономно, в принципе, в России это делают, они обычно находят каких-нибудь местных таких проводников, ну, вот, вроде Александра Кузнецова или там в Сартовале есть еще другой человек, там их несколько человек, которые им помогают, с которыми они общаются, но, в принципе, они не входят в контакт вот там со всем местным населением, и у них нет никакой идеи там повлиять на местное население или что-то в этом роде, и такие встречи обычно довольно закрытые происходят, то есть туда как бы вот так просто люди и не пойдут, вот, но тут, конечно, мне тоже было бы ужасно интересно узнать, как, собственно, местные лахдымпохцы отреагировали на слова Александра, но я, увы, этого не знаю, и ни разу не сталкивалась с такой вот, ну, какой-то резкой реакцией на его слова, ну, не только на его слова, но вообще вот на такую риторику, вот, если посмотреть, например, ту же группу «Сортовала Сити», вот там вначале приводил фрагменты, да, они там это всё активно обсуждают, примерно в такой же стилистике, как и сам Кузнецов, но там это тоже забавно, потому что они все кого-то обвиняют, но нет никого, кто бы сказал, да, я такой, да, это я написал Вова плюс Маша на надгробе, то есть они все находятся на стороне обвинителей, и никто не берёт на себя роль обвиняемого и, соответственно, не пытается как-то противостоять или что-то, как-то реагировать на это. Большое спасибо. У нас вопрос в чате. Да, 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 давайте вот на него, будет последний вопрос тогда. Кто и как занимался восстановлением кладбища в 2008 году и кто поддерживает его состояние сейчас? Значит, кладбище состоит из двух кусочков, одно большое и одно маленькое. Они называются первое, второе, по-моему, или старое, новое, так называются, хотя они оба старые. Большое, старое кладбище, им занимается такой человек, я ужасно, у меня ужасное память на имя, его фамилия Кононов, по-моему, он тоже Александр Кононов, я могу напутать. Вот, и на самом деле несколько лет назад была попытка как раз финской коммунной организовать что-то вроде специального фонда и выплачивать небольшую сумму денег человеку, который будет следить за кладбищем, но из этого ничего нехорошего не вышло. И вот тогда Александр Кононов, он тоже лидер, ну, как бы, руководитель пятидесятнической общины, и он, у него есть небольшой дом для бездомных и других взрослых людей сортовали, и вот он вместе со своими подопечными по личной инициативе следит за этим кладбищем, восстанавливает его, убирает его, стрижет его, вот такими вещами занимается. А маленьким кладбищем, маленьким кусочком финского кладбища занимается как раз Александр Кузнецов, потому что оно находится рядом с его кирхой, вот он за ним следит. Вот, администрация, например, города так и никаким образом не вложилась на самом деле в уход за финским кладбищем сегодня. За Лыгенповским кладбищем никто не следит. Субтитры создавал DimaTorzok